Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу и покажу, как мы ходим в поисках медицинской помощи по Нью-Йорку, по штату Нью-Йорк. Для тех, кому нужна тоже помощь какая-то медицинская, если какая-то банальная болезнь, типа там гриппа, как у меня сейчас, я немного приболел. Пришлось мне отлучиться от работы и сейчас искать какую-то больницу, да, чтобы обратиться. Для этого вам понадобятся вот карты, какая из них? Вот эта вот страховка. Это страховка Нью-Йоркская, она бесплатная, ее можно выбить себе, просто позвонив там номера, там есть, и вам все расскажут, что нужно, какие документы. Отсылаете, и вам через несколько недель приходят вот эти вот карточки, плюс вот такие вот... Вот в таких вот письмах. Вот таких, да, конвертов, письмах, то есть вам нужен какой-то адрес, неважно, чтобы просто до него дошли, чтобы была возможность у вас их забрать. Собственно, вот такие вот дела. Саня, расскажи нам о своем опыте уже обращения по вот этой бесплатной программе, называется она Fidelis Care. Да, всем здравствуйте, как говорится. Я действительно уже воспользовался. В принципе, ничего сложного, особенно для тех людей, которые пользовались ДМС в России, ну или пользуются. Примерно одинаковая фигня. То есть вам надо найти медучреждение, которое принимает данную страховку. Ну, вот эта конкретная страховка, она, ну, практически, ну, она одна из топовых, то есть она принимается во всех, практически во всех местах. Вот. Единственное, что было необычно, потребовалось заполнить кучу сначала каких-то данных обо мне, потом обо мне еще собрал какое-то количество данных медбрат, вот, и быстренько забежал, буквально на 5 минут забежал врач, сказал, что надо, я говорю, мне нужны таблетки, он говорит, окей, что нужно, я говорю, то-то, то-то, он говорит, все, без проблем, выписывай. В общем... И убежал дальше по своим делам, даже, ну, не удостоверившись, что действительно мне этот диагноз, то есть, ну, я не знаю, может быть, это не совсем опасные лекарства, ну, какие-то такие вещи, поэтому, может быть... В общем, Сане дали две, две большие банки с лекарствами. Три, да, три. Покажите, пожалуйста. Сейчас вам покажут, Сане, лекарственные препараты. Как это выглядит в штатах? Вот, бешенство. Да, вот это выглядит вот так вот. То есть, вот, дали, да, то есть, нет никаких обозначений, просто капсулы, и в них насыпаны таблетки, и ему сказали, пей одну такую, одну такую, одну такую, в определенные промежутки времени. Примерно так, да. Да, мне разъяснили даже, что он пьет, наверное, да? Нет, мне, ну, потому что я уже сказал, что мне нужно, поэтому они... Ты догадываешься, просто он может, скорее всего, какие-то аналоги, потому что здесь, наверное... Здесь другие, ну, в Аризоне, благо, мне уже подобрали, когда я во вторую, во вторую аризонскую прекрасную тюрьму перешел. Там был более лояльный врач, и он мне прописал именно аналоги российских препаратов, которые я принимал. И я просто сказал все то же самое, что мне давали в тюрьме, то есть, и мне здесь вот это вот, того же самого насыпали. Вот и все. В общем, что вам нужно для того, чтобы получить какую-то медицинскую помощь? Это сделать страховку, но можно обратиться также без страховки, но это будет стоить гораздо дороже, и, возможно... Вот, кстати, это все обошлось с Аней абсолютно бесплатно, ему дали лекарства бесплатно, оказали помощь. Кстати, один нюанс очень важный. Эта страховка работает у вас, пока вы зарабатываете меньше 13 тысяч долларов за год. Это именно официальный ваш доход. Каждый год от Нью-Йорка будут проверить... Ну, города Нью-Йорка, наверное, все-таки больше. Они будут проверять ваш доход, и, соответственно, если вы вдруг там стали богатым и больше 13 тысяч зарабатываете, то вам ее отменят. И вы уже должны будете сами... ну, либо как-то уменьшат возможности ее использовать. Да, тут такой момент. В Штатах нельзя купить, как в странах СНГ, я не знаю, просто прийти в аптеку и купить какие-то антибиотики. То есть, здесь их так просто не купишь. Не обезболивающие, не антибиотики, все делается через терапевта, все делается через врача. И поэтому необходимо сделать себе вот такую вот карту. Но если, опять-таки, у вас нету возможности, то есть, можно, опять-таки, в любом случае прийти, но я не знаю, насколько это выйдет дорого. Честно говоря, тут разные цифры люди озвучивают. Я могу только предполагать, что это будет достаточно дорого. Без страховки. Тоже без понятия. Да. Но, думаю, в любом случае это ударит по вашему карману. Я думаю, в районе 300-500 долларов за первичный какой-то прием вы, скорее всего, отдадите. И плюс, естественно, лекарства. Потому что очень любопытная вещь. Здесь я столкнулся, ну, опять-таки, поскольку мне нужны они, я посмотрел на Амазоне то, что мне требуется. И именно была градация. Либо 20 долларов стоит твое лекарство, либо 500. То есть, нету какого-то еще среднего. То есть, и в чем разница, тоже не вполне ясно. Как мне кто-то сказал, типа, за 20 баксов это из Индии. Так что, не знаю. Да, то есть, 500 долларов это американский. Это может быть американский, не знаю. Собственно, да, вот такие вот дела. Сейчас отправляемся в поисках клиники, там частная, неважно, которая обслуживает вот эти, покрывает эта страховка. В дальнейшем расскажу, что из этого вышло. Может быть, вообще меня не примут. Может быть, нужно записываться. Я точно не знаю, потому что мне говорили, что это все по записи. Но вот Саня говорит, что есть определенные клиники, где можно встать в живую очередь и вам помогут. Да? Пойдем проверим? Да. Так, вот сейчас подходим уже на сети МД. Называется угол 86 какой? 22. 20 я видим. И угол 20. Здесь на углу Тидибанк. И вот сети МД сейчас подходим. Ну, а то белое здание нам туда. Итак, вот мы зашли. Мы мне надели маску. Саня стоит здесь, помогает заполнять. Короче, вот такой вот тут таблички. Я не знаю, зачем-то мне понадобились мои права. Ну, для авторизации, наверное, какой-то в офис, вообще в этой системе. И сейчас зарегистрируемся и пойдем дальше. Теперь сидим, ждем с Саней в виде живой очереди вот здесь вот в клинике сидим. Ждем, когда нас вызовут и отправимся на прием к врачу, чтобы нас послушали, посмотрели. Что вы скажете сами о таком сервисе? Ну, это в любом случае хорошо, когда есть возможность без записи куда-то сходить. Если вдруг вам хреново стало. Ну, не настолько хреново, конечно, чтобы вас отвезли в больницу, но тем не менее. Да. Что это у вас за маска на лице такая? Это легендарная маска, которая выдается каждому, скажем так, пересекающему границу нелегально и потом отправляющемуся в детеншн. Это самое важное условие. Да, такую маску можно получить только там. И с ней я очень быстро прощался сразу же после выхода. Как страшный сон я ее выкинул. Сейчас будем ждать. Идем? Да. Продолжим через несколько минут. Итак, померили давление, взяли пробник COVID-теста. Чем там я дышу? И чем я болею? Сейчас, скорее всего, сказали подождать. Придет какой-то результат, они скажут. Итак, прошло около пяти минут. Меня взяли COVID-тест и ушли. Сказали подождать. Спросили, делал ли я себе вакцинацию и так далее. Теперь сказали подождать немного. Сейчас они придут. Посмотрим, что будет дальше. Скорее всего, они прямо экспресс-экспресс-тест делают. И сразу уже скажут, болен ли я или нет COVID-ом. И может быть сразу дадут диагноз. Потому что они взяли из носа два моска. Скорее всего, это грипп и ничего серьезного. Поэтому ждем результата. Вот такой вот кабинет. Продолжим через несколько минут. Так, возвращаюсь. Уже вышел из больнички. Выписали мне там какие-то препараты. Надо будет через 50 минут зайти в аптеку. CVS называется. И забрать свои лекарства. По тесту сказали, что она негативная. И нету COVID-а. Но это хорошо, наверное. Ну, скорее всего, да. В принципе, в любом случае это хорошо. И, наверное, тест бы тоже показалось, если бы были какие-то другие проблемы. Теперь мы двигаем в сторону аптеки. Тут уже продолжим. Что нам выдадут? Посмотрим. Итак, на медицинском осмотре меня послушали. Взяли COVID-19. Это как называется прибор, которым слушают? В общем, послушали со всех сторон. Сказал он, что хорошее у тебя дыхание. Все, то есть, не затрудненное. Я ему сказал, что у меня каждый вечер поднимается температура. И мокрота, и кашель. Он сказал, что все, отлично. Я тебе выписываю там какие-то препараты. Зайдешь вот в эту аптеку CTMD, но через 50 минут. Вот пока что у нас есть время. Мы решили отправиться в поисках, попытаться открыть мне банковский счет. И там уже ближе к самому банку тоже. То есть, эти CTMD аптеки, они повсюду. Не, не CTMD. CVS. CVS аптеки, они повсюду. Там тоже может быть. Они в базу меня закинули. То есть, то, что мне надо забрать, какие-то препараты. И в любой аптеке я смогу их забрать. Сейчас выдвигаемся на Манхэттен. Там уже идем в сторону банков. Либо в сторону аптеки, и уже от нее пойдем уже в сторону банков. Как-то так. Бесплатная медицина в Нью-Йорке работает. Меня осмотрели, не заплатил ни копейки. Саня также доволен. Осталось получить свои пилюли. Вот такой вот результат. Выдали мне такой вот весистый. Пакетик с лекарствами. Саня мне помогал. Выдали там, короче, какой-то сироп и какие-то капсулы. Одну капсулу три раза в день. Короче, на семь дней дали до плеток. Теперь выйдем, а то у меня забанят, скорее всего, за музычку. Попробую снова отснять. Так, вот такой вот пакетик. Тут инструкция о применении. Вот цена. Все это обошлось абсолютно бесплатно. Ничего не взяли. Можете вернуть, Саня? Второй листик. Да, вот второй тоже абсолютно бесплатно. Тут рекомендации к применению. То есть, как надо потреблять. Такой пакетик здесь. Поплеточки и какая-то жидкость, которую надо пить. Все, идем лечиться. Не болейте, господа. Вот такое видео познавательное получилось, наверное. Да, по поводу банка мы зашли. Нам пока что отказали. Сказали, нам уже паспорт. Бегаемся. Знаю, куда в сторону. Пока что еще куда не решили. В общем, если это видео было полезно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был я и Саня. Всем пока. С вами был я, Саня.